Привет, ребята! Мы всегда стараемся для вас снимать что-то новое, интересное. На этот раз решили, что редко снимаем видео с химическими реакциями, хотя в прошлый раз они вам очень понравились. Нужно срочно исправлять это упущение, а вы хотите похимичить с нами? Сегодня запаслись некоторыми кислотами и бытовыми предметами, которые попытаемся растворить в агрессивной среде. Сегодня для этих целей у нас есть соляная и серная кислота. Прежде чем начинать, одеваем специальный комбинезон для работы с кислотами, очки, а также химреспиратор и перчатки. Все эти средства защиты не в магазине куплены, а под заказ и предназначены именно для работы с кислотами. Мы за технику безопасности и за эксперименты без вреда здоровью. И вообще, ребята, очень не рекомендую вам повторять сегодняшние эксперименты. Да и зачем? Ведь у вас для этого есть мы. Пишите в комментах, какую реакцию хотите увидеть в следующих видосах и мы обязательно проверим. Все меры безопасности выполнены. Да, знаю, что вам уже не терпится посмотреть, что же мы будем растворять. Сегодня взяли с собой куриные ножки, лезвие для бритья, туалетную бумагу и не только. Приступим к опытам. Для начала наполняем колбу соляной кислотой. А вы знали, что в желудочном соке содержится соляная кислота в концентрации 0,3-0,4%? Забавный факт. Раз уж заговорили о желудке, первое, что упустим в кислоту, будет куриная ножка. Эх, сейчас бы с друзьями на природу и эту ножку на мангал. К сожалению, не в этот раз. Чтобы ускорить реакцию, подогреваем содержимое колбы. Вот здесь нам и пригодится наш генератор. Запитаем от него электропечку. Будем подогревать все кислоты для того, чтобы реакции проходили быстрее и более бурно. Оставляем куриную лапку плескаться в кислоте. Ей нужно время, чтобы запустилась реакция. А пока не будем терять время и займемся следующим предметом. На очереди банка кока-колы. Опустим жестяную кислоту. Кстати, вы знали, что жестяные банки пришли к нам из армии. Напитки в такой таре продают с 60-х годов, а до этого она была доступна только для солдат. Смотрите, почти с первых секунд пошла реакция, и мы можем наблюдать, как со дна бутылки наверх по стенкам поднимаются пузырьки. Кстати, о пузырьках. Изначально кола не была газированным напитком. В это мало верится, правда? Но в самом начале своей истории кола была просто сладким сиропом, который продавали в аптеке. И только по чистой случайности, когда в аптеку пришел человек за лекарством от похмелья, фармацевт предложил ему разбавить сироп кока-колы с водой. Состав кока-колы всегда хранился в строгом секрете. И по сей день производитель старается утаить секретный ингредиент. Но вот то, что в состав напитка входит ортофосфорная кислота, уже давно не тайна. Насчет ортофосфорной кислоты. Она сама по себе является очень агрессивной, и именно благодаря этому компоненту колу часто используются не по назначению. Чистят ржавчину на старых машинах, натирают стекла. Многие хозяйки нашли альтернативное применение, которое иногда просто удивляет любителей напитка. Чего стоит применение колы в качестве чистящего средства для унитаза? Вы спросите нас, а как же тогда желудок, если в составе есть кислота, то еще и такая сильная, что может очистить ржавчину? А мы сами вначале сказали, что желудочный сок это тоже кислота. Можете не волноваться, соляной кислоте свойственны более выраженные кислотные свойства, поэтому она и нейтрализует колу. Но все равно не стоит увлекаться чрезмерно ее употреблением. Так, лирику в сторону, а в банке тем временем образовалась пробоина, и все содержимое потихоньку вытекает. Интересный коктейль получается. Хотя я бы не стал такой пить. А вот спустя некоторое время, от самой банки осталось не так и много. Часть ее почти полностью растворилась. Смотрите, внутри жестянка еще и покрыта целлофаном. Наверное, чтоб кола не разъела алюминий. Да и сам напиток также выглядит не очень аппетитно. Мне уже не терпится посмотреть на куриную ножку и на то, как она себя чувствует. Хотя сомневаюсь, что хорошо. Содержимое колбы изменило цвет в результате окисления. Ничего себе, филейная часть курицы в разы уменьшилась, да и кости подверглись деформации. Хм, а что если мы оставим ее плавать еще на некоторое время? Может совсем исчезнет? Кстати, говорят, что желудочный сок настолько силен, что может растворить лезвие бритвы за 5-6 дней. Хотя лично мне интересно, кто и при каких обстоятельствах вообще установил этот факт. Да и как они это проверяли. Но если это действительно так, то как тогда лезвие поведет себя в кислоте концентрацией в 38%? Хотя у нас и нет в запасе 5-6 дней. Пробуем. Опускаем лезвие в чашку Петри и заливаем кислотой. Видите, в ходе окисления лезвие покрывается пузырьками, а сама кислота становится бледно-зеленого цвета. Но нам этого недостаточно, мы же хотим знать, возможно ли добиться полного исчезнования. а не посмотреть на пузырьки. Вот так вот, честно сказать, мы и сами не ожидали такого результата. Лезвие растворилось просто у нас на глазах. Кто бы мог подумать, что за такое короткое время оно полностью бесследно исчезнет. Я до начала эксперимента даже не мог такого предположить. Что ж, если 38% кислота полностью растворила железо за 5 минут, то вполне возможно, что желудочный сок справится за неделю. Но проверять этого точно не стоит. В нашем арсенале, который мы приготовили для сегодняшних опытов, есть один предмет гигиены. Туалетная бумага. Предлагаю проверить ее реакцию, но в этот раз используем серную кислоту. Интересно, возможно, бумага тоже полностью растворится? Опускаем рулон в колбу и заливаем уже подогретой кислотой. Бумага сразу же впитала кислоту, что неудивительно, но рулон исчезать и не думал. Ладно, подождем немного, времени еще достаточно. Вот это поворот! Бумага изменила свой цвет, мало того, она обуглилась. Концентрированная серная кислота просто вытянула из целлюлозы всю воду, оставила только черный углерод. Да, кажется, я начинаю припоминать. В школе нам рассказывали про такие реакции и о том, что они называются обугливанием. Жаль, тогда у меня не было возможности посмотреть такие видео, как сейчас выпускает Live Today. Ведь куда лучше один раз все увидеть. Я больше чем уверен, что теперь вы поняли и запомнили, что это за реакция. А чтобы не пропустить наши следующие видео, проверьте, подписаны ли вы на наш канал и обязательно нажимайте колокольчик, так вы точно не пропустите следующие выпуски. Я так засмотрелся на пепел от бумаги, что чуть не забыл о нашей курице. Как думаете, она исчезла так же, как исчезла до нее лезвие? Пишите свои предположения прямо под этим видео. Уже не терпится посмотреть, что же от нее осталось. Да и осталось ли вообще что-либо. Что я могу вам сказать? Вид явно далеко не из самых приятных, да и запах, если честно, тоже. Только посмотрите, от курицы остались только воспоминания. Ребята, остатки курицы просят вас нажать на колокольчик. Что ж, давайте не будем им перечить. Очень даже вероятно, что если подождать еще пару часов, то и этих остатков здесь тоже не увидим. Даже от костей не осталось почти ничего. Теперь вы понимаете, почему мы просим не повторять наши эксперименты самостоятельно. Что ж, ребята, я надеюсь вам понравился сегодняшний видосик. Сбрасывайте ссылку друга нам и ставьте лайкосики. А пока, пока-пока.